Мы находимся на ОПТ ландшафтный заказник лес на реке Самородинки и застали вот такую картину нарушения почвенного покрова, травяного покрова, искажения ландшафта. Приехали сегодня по сообщению, по вызову местных жителей. Вот, Дмитрий, расскажите, что происходило здесь и почему мы здесь? Да, ну, предыстория вопрос такова, что примерно, наверное, в июле из каких-то источников неофициальных нас стало известно, что тут собирается строить лыжную базу. Вот такую модульную конструкцию, которая в этом небольшом лесу совершенно как бы не нужна. Вот. И жители начали, во-первых, собирать подписи. Собрано около двух с половиной тысяч подписей против. Вот. Жители очень активно протестуют против этого создания тут базы, которая, кроме того, что это будет просто строение, которое тут не вписывается ни в какие размеры, оно как бы привнесет к себе необходимость дальнейшего усугубления этой проблемы, увеличение инфраструктурных каких-то там объектов, плюс там туалет, плюс освещение, которое тут совершенно необходимости нету, ну и дальнейшие проблемы. То есть жители просто выступают за сохранение леса в таком виде, в котором существует, как отдельной замкнутой экосистемы такой, городского леса. Ну да. Откажите, пожалуйста, а здесь вот есть какие-нибудь пропуска на машину? Или что-то вот что-то? Ну мы вот здесь, здесь уже были, приезжали, когда здесь вот на этом месте устанавливали какую-то непонятную бытовку. Вот. Потом благодаря действиям Государственного природоохранного центра, Межрайонной природоохранной прокуратуры бытовку отсюда убрали, были получены нами сведения о том, что в законном установленном порядке вот проект строительства этой лыжной базы не был согласован с природоохранными органами. И здесь в начале сентября проводились земляные работы, пытались подключить электричество. Тоже заезжал сюда специальная такая машина, которая занималась выкачиванием грунтовых вод. Вот в результате разрытия, тоже вот здесь были эти разрытия. Вот. И, соответственно, пропуска в установленном порядке нам не предоставлялись ни инспекторам, ни жителям, ни общественности. Вот. Межрайонная природоохранная прокуратура занимается, проводит проверку по этим фактам. Вот. И в ответе Департамента природопользования и охраны окружающей среды тоже сообщается о том, что вот на момент проведения работ проектной документации в Департамент даже не поступало. Вот. Соответственно, согласований нет. И вот территория находится на балансе ГБУ автомобильной дороги ЗАО. Ну, почему-то в этой организации считают, что могут здесь проводить какие-то работы, игнорируя статус особо охраняемой природной территории. И не только на этой опыте, на других опыте западного округа, которые переданы автомобильным дорогам ЗАО, регулярно происходят всевозможные нарушения природоохранного законодательства. Вот. И на все эти, по всем этим фактам мы реагируем. И общественный инспектор, Роспроднадзор, Департамент природопользования, и государственные инспекторы. Вот. То есть, но нарушений очень много. Вот. Приходится вот рассчитывать на помощь местных жителей, потому что они вот особенно здесь, на самородинке, постоянно мониторят в ежедневном режиме и сообщают. Поэтому мы оперативно реагируем. Вот сегодня то же самое. То есть, оперативно, вот когда начались здесь работы по уничтожению плодородного слоя почвы, жители сообщили оперативно. На место прибыли и государственные инспекторы по охране гружеческой, и общественные инспекторы. Вот. И работы вот сейчас прекращены. Значит, никакой разрешения документации не предоставили. И, ну, в общем-то, по этим вопросам будет проводиться проверка и даваться соответствующая оценка тем действиям, которые привели вот к нарушению режима особо охраняемой природной территории. А сегодня кто-нибудь приезжал из представителей Автодора? Ну, из-за администрации никого нет. Только приехал представитель, который здесь вот отвечал за работы. Вот. Но он не является, так сказать, ответственным напрямую лицом. Он выполнял поручение, которое ему, соответственно, начальство выдало. Ему разъяснили, да, все? Ну, конечно, в курсе. В курсе. На самом деле и руководство Автодора ЗАО в курсе о природоохранном статусе территории знает, соответственно, что здесь обременено и необходимо соблюдать природоохранные требования. Но почему-то вот регулярно эти требования игнорируются для достижения поставленных целей задач, что, конечно же, недопустимо. Хочу вот еще дополнительно напомнить, что в соответствии с законодательством, с законом об особо охраняемых природных территориях, земельным кодексом особо охраняемые природные территории являются общенациональным достоянием России. Вот. То есть работы, направленные на уничтожение, повреждение, значит, да, природных комплексов в границах ОПТ фактически приводят к уничтожению общенационального наследия России. Спасибо большое. Ну, здесь сегодня собрались много народу, вот там стоит народ, вот здесь стоит народ, и вот там стоит народ. Все. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.